Библейский портал экзегет.ру представляет 14 глава книги «Судей или вождей», как я назвал в своем переводе для библейского портала «Экзегет». Я его прочитаю с небольшими комментариями. И здесь начинается уже деятельность Самсона, его история зачатия, даже не рождения, а скорее зачатия, рассказана в предыдущей 13 главе, рождение лишь упомянуто. А в 14 главе что он все-таки делает, как он начинает действовать. И у Самсона есть одна особенность, с которой библейский повествователь безыскусно и начинает рассказ о нем, женщины ему нравились. Впрочем, я его в этом понимаю. Самсон как-то отправился в Тимну, вот так прямо ниоткуда, вот только он родился в предыдущей главе, причем родился для того, чтобы избавить израильтян от Филистимлин. И не сказано, как он там рос, как он был маленьким, как он повзрослел. Здесь он, очевидно, уже взрослый молодой мужчина. А вот прямо сразу так начинается повествование, то есть сразу к делу, да, без излишней лирики. Самсон как-то отправился в Тимну, увидел в Тимне женщину, родом Филистимлинку. Он вернулся домой, объявил отцу с матерью. «Видел я в Тимне женщину, родом Филистимлинку, возьмите мне ее в жены». Ну, сватовство обычно делалось старшими членами семьи, да, не сам парень молодой сватался. Отец и мать отвечали ему, «Разве нет подходящих женщин среди твоих сородичей, среди всего твоего народа? К чему тебе брать жену у необрезанных Филистимлин?» Обрезание было не только израильским таким отличительным знаком, обрезание мужской крайней плоти, но широко распространено и по всю пору, кстати, по Ближнему Востоку, а филистимлине вот оставались необрезанными. Их происхождение не очень ясно, видимо, они из народов моря, вот из культур эгейского круга, какие-то родственники такие дальние греков, которые переселились, собственно, на территорию Ханаана и оставались на побережье всегда. Но Самсон сказал отцу, «Возьми мне именно ее, она мне полюбилась». Да, так бывает, тоже понимаю. Его отец и мать не знали, что это было по воле Господа, чтобы возник повод отомстить филистимлинам. Филистимлине в это время господствовали над Израилем. То есть, интересно, Господь избирает этого мальчика с самого начала и даже до его рождения, для того, чтобы он отомстил филистимлинам, освободил израильтян. И первое действие – это жениться на филистимлин, войти в доверие, в контакт, чтобы был повод на что-то обидеться. Ничего себе стратегия. Может быть, это скорее взгляд, собственно, тогдашних израильтян, что вот нам же надо к чему-то придраться. Вот если один из наших женат на одну из их, то мы легко найдем повод. Итак, Самсон с отцом и матерью отправились в Тимну, и на подходе к виноградникам Тимны попался ему навстречу молодой лев. На Самсона тогда сошел до Господень, и он голыми руками разорвал льва надвое, словно козленка. Отцу и матери он ничего не сказал о происшедшем. Самсон продолжил свой путь, пришел к той женщине, и она ему понравилась. Вот так. Походя разорвал льва. Самсон, разрывающий льва – тема бесконечного количества произведений, разного рода фонтанов, кстати. Самый известный, наверное, фонтан в Петродворце, но есть и другие. И красиво молодой парень разрывает льва, такой могучий. И зачем он это сделал, даже не очень понятно. Напал ли на него лев, или удалил молодецкую показать. Ну, вот такой Самсон с самого начала его портрет. «Через некоторое время он вернулся, чтобы забрать ее, и по пути свернул посмотреть на труп льва. В львином трупе оказался пчелиный рой, был там и мед». Как это получилось? Ну, каким-то вот образом, да, пчелы обычно в трупах не селятся, что-то странное. Он достал этот мед и понес его в руках, а по пути ел его. Тогда пчеловодства не было, значит, мед был только от диких пчел, ну, и вообще было мало сладкого. Мед практически единственный деликатес сладкий, и поэтому считается таким очень хорошим продуктом. Вот человек, который нашел мед, конечно же, порадуется и поест его. Он принес его отцу с матери угостил их, так что они тоже его поели, но не говорил им, что достал мед из львиного трупа. Наверное, не стали бы есть. Его отец направился к той женщине, и там Самсон устроил пир, как обычно бывает на свадьбах. Ферестимлине, встретив его, привели к нему 30 человек, чтобы им пировать вместе. Сказал им Самсон, а не загадать ли вам загадку? Семь дней длится пир, и если найдете за этот срок ответ, то я дам вам 30 льняных рубах и 30 верхних одеяний. А если не найдете, то вы дадите мне 30 льняных рубах и 30 верхних одежд. Вот, соответственно, идет соревнование, причем потом будут боевые действия, потом будет вражда, но начинается все довольно мирно, начинается все с такого интеллектуального превосходства, хотя подразумевается не только интеллектуальное. Они сказали, загадывая, мы послушаем. Он загадал, из едока вышла еда, из сильного сладкая. Три дня безуспешно рассказывали они загадку. Вот вообще-то нечестно он поступил, потому что можно отгадать то, что тебе знакомо. История про мед, который достал он из трупа льва, как-то мало кому знакомо. Вот такой в голову не придет. Но вот интересно, что действие сразу развивается как бы в двух планах. У Самсона своя какая-то жизнь, такая тайная, скрытая, которая только ему известна. А внешне он среди филистимлин, причем даже пытается с ними как-то дружить на свой лад, на свадьбе с ними гулять. Но тайная жизнь важнее, вот она и побеждает. А на седьмой день потребовали они у жены Самсона выведу из своего мужа разгадку, а то мы сожжем тебя вместе с домом твоего отца. Что же вы позвали нас, чтобы ограбить? Они же должны расплатиться, да? Тогда жена стала сплачем умолять Самсона и говорила, конечно, надоело я тебе, не любишь ты меня больше. Загадал ты сынам моего народа загадку, ответа мне не говоришь. То есть, что ж ты такой? Понятно, что это хороший женский способ в минуту нежности показать, как ей не хватает этого ответа, как нужно сказать ей, чтобы она чувствовала себя любимой женой. Он отвечал, я отцу с матерью не говорил ответа, как же скажу тебе? А она так плакала все семь дней, пока длился у них пир. И вот на седьмой день он уступил ее просьбам и сообщил ей отгадку. Она передала ее сынам своего народа. И на седьмой день, прежде чем взошло солнце, дали ответ люди того селения. Бывает ли, что слаще меда и сильнее льва? На это Самсон сказал им, если бы не пахали вы на мои телеса, то и не узнали бы отгадки. Он понимает, что они его обманули. Он вообще-то должным тридцать рубах и тридцать верхних одеяний, довольно богатый подарок. А он себя ведет совершенно иначе. Тут сошел у него Дух Господень. Он отправился в Ашкелон. То есть не все-таки там, где он был, там Тимно, это отдельный городок, Ашкелон, большой город. И сразил там тридцать местных жителей. Сорвав с них одежду, он отдал их тем, кто разгадал его загадку, а потом разгневанно ушел в дом отца своего. Ничего себе, перебил мирных людей и подарил их одежды тем, кому должен был отдать. Жену Самсона отдали одному из его сотрапезников, тому, кто на свадьбе был к нему ближе всех. То есть жена ему после такого не показалась мила. Жесткий, резкий человек, который не стесняется с ферестивленными абсолютно, но, кажется, такой был нужен. Впрочем, со львами он тоже не стесняется. Одобряет ли его Библия? А я не уверен. Вот здесь в тексте нет никаких оценок, просто описания того, как он себя ведет. Но дальше больше, 15 глава она будет в этом смысле еще ярче. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok